Полное погружение в загадочный мир науки. В эти дни в Новосибирске проходит масштабный фестиваль «Наука 0+,» где каждый, даже самый маленький, может попробовать себя в роли физика, химика, археолога. Прорывные изобретения и смелые эксперименты в репортаже Алисы Паршаковой. От таких открытий волосы встают дыбом. На фестивале науки ученые простым языком рассказывают о своих изобретениях. Сотни лекций, экскурсий и мастер-классов. На фестивале себя можно попробовать даже вирусологам спасти мир. Ну или хотя бы город от надвигающейся чумы. Далеко от нас, в Алтайском крае, природные очаги чумы. Это контролируемая инфекция. В дни науки для любопытных открыли двери, которые раньше были закрыты. Работают более 30 площадок в доме ученых, на стратегических предприятиях. Сейчас мы в самом настоящем научном подземелье. Школьникам рассказывают о коллайдере. Ученые сталкивают два пучка заряженных частиц. Они как два паровоза, которые несутся друг другу навстречу. После столкновения можно понять, из чего они состоят. Прямо здесь, в Институте ядерной физики, впервые в мире, метод встречных пучков предложил первый директор НИИ. Советский ученый Герш Буткер. Уявилось синхротронное излучение. У нас сейчас в перспективе подстройка синхротрона СКИФ. Синхротрон СКИФ станет самым главным микроскопом страны. Принцип работы, как у рентгена. Только это излучение в разы мощнее. Ученые, искусствоведы, химики, археологи, физики смогут буквально смотреть сквозь стены. Установка один из флагманов программы Академгородок 2.0. Многие Нобелевские премии получены с использованием результатов, которые были достигнуты на различных синхротронных машинах. Это будущий прорыв в российском метаоборудовании. Крохотный насос поможет жить людям, которые ждут пересадку сердца. Его испытывают на животных. Сегодня пациентов вживляют зарубежные аналоги, которые дороже в разы и при длительной работе могут повреждать кровяные тельца. Вот он с такой вот скоростью перекачивает нашу кровь. В левый желудочек делается отверстие, вшивается насос. Мы студенты медицинского возраста, 6 курса. Нам интересно все, что связано с медициной. Такую технологию мы не видели, нам никогда не рассказывали. Карманы и аэрозоль. Частицы в разы меньше, чем при ингаляции, благодаря чему лекарства поступают сразу в цель. Нижний отдел легких. Противотуберкулезный препарат испытывают на мышах. Здесь печка расположена. Образуются аэрозольные частицы с потока воздуха. Оно движется в ингаляционную камеру. Таблетки оказывают большое количество побочных эффектов. Большое воздействие на печень, на желудочно-кишечный тракт. В прошлом году фестиваль посетили более 16 тысяч человек. Дни науки всегда пополняют ряды юных ученых. Очень все круто. Сама подумаю заняться робототехникой. Я люблю вот эти технологии и прочее. Почаще бы таких здесь в фестивале устраивалось. Чтобы зайти в гости к ученым, достаточно зарегистрироваться на сайте. Еще неделю прикоснуться к большой науке можно будет совершенно бесплатно. Алиса Прошакова, Максим Путинцев, Александр Терентьев, Константин Анисимов. Новосибирск. Первый канал.